Эрнст Ветер Сильный экстрасенс, который выносит третье финальное слово Вместе они команда нового сезона Эрнст разоблачает С помощью своих способностей ребята анализируют известные видео и фотографии паранормального, мистического и таинственного И выносят свой вердикт, правда это или же фейк Они работают отдельно друг от друга, что повышает степень достоверности А потом встречаются, чтобы обменяться мнениями и вынести финальное слово В эфире Эрнст разоблачает Второй сезон Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На что вы увидели уникальное видео Видео, в котором Динамо превратил перец в мух И давайте разбираться Действительно ли это правда? Действительно ли это материализация? Или это обыкновенный трюк? Мы не будем пытаться смотреть со стороны скептиков Мы не будем пытаться смотреть со стороны разоблачителей трюков Мы почувствуем энергию Энергию, которая была или отсутствовала в этом видео А вы напишите свои комментарии Видео будет короткое, но оно будет информативное Итак, друзья, поехали С нами в студии Данила Данила, здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте, дорогие зрители Данила, что вы думаете по этому поводу? Опишите свои ощущения Ну, смотрите Ощущения следующие Во-первых, подобного рода ребята, как Динамо Их считывать более сложно, потому что они обладают реально ситхами Ну, как бы и вы про это говорите И это видно То есть у него есть ряд видео, где прямо четко ситхи И поэтому он знает, какую энергию можно в том числе смоделировать Чтобы это выглядело правдоподобно То есть вот, например, вот тот вот кусок, где он смотрит на мух Которые превращаются в миски, да Он прямо-прям вот генерирует энергию Но, но Просмотрев этот ролик раза три Все-таки я прихожу к выводу, что там больше трюка, чем настоящего Настоящей энергии То есть мне кажется, по крайней мере Опять же, я не мастер в материализации Но мне все-таки кажется, что если бы это была реальная материализация Энергии там было бы явно больше То есть он просто как бы показывает что-то похожее Видимо, зная о том, как это выполняется Но это недостаточная концентрация для реальной материализации Эрнст? Опишу вам момент материализации Это похоже на зарождение сверхновой или на большой взрыв Когда происходит материализация Вы закрываете глаза и ощущаете свое поле Вас просто волной отталкивает назад Причем каждый раз, как только вы это видите То есть даже на просмотрах вы ощущаете этот толчок Вы ощущаете выброску энергии Ее здесь, к сожалению, не было Да, Данила совершенно верно подметил Динамо умеет ощущать, создавать энергию Потому что он знает, что его смотрят не только обыкновенные зеваки Или какие-то скептики, хейтеры Но и люди, которые довольно-таки глубоко знают тему эзотерики И не умеют считывать энергии И он действительно, он создает вокруг себя Вот этот некий купол похожей энергии Которая сбивает человека с толку Но, к сожалению, я вынужден сказать Что в этом видео нет настоящей материализации И Данила здесь совершенно прав Она похожа Создается ощущение И даже интересный момент Что Динамо во время вот этого трюка Он сам ощущает То есть почему мы очень сильно доверяем ему Потому что когда он смотрит на свои трюки Он сам ощущает некое удивление Но это именно создается для того Чтобы произвести вот это свои харизма И впечатление на людей То есть не просто вот он, знаете, делает фокус И знает, что сейчас там вылетит голубь из рукава Если голубь у него вылетает Он настолько удивлен этому На самом деле удивлен Что вы ощущаете его эмоции Но, к сожалению, это ширма И в этом трюке нет настоящей ситхи Хотя я знаю, что он действительно обладает Некоторыми ситхами, которые он может продемонстрировать Но они не настолько эффектны Они не настолько эффектны И они не настолько быстры по исполнению Сама материализация не происходит так быстро Минимальное время настоящей материализации Если вы видели мое видео с появлением капли Это было заснято намного дольше То есть примерно 20-25, а может быть и 30 минут Вот за секунду оно не появляется Плюс появление большого количества предметов Тоже исключено Дело в том, что концентрация во время материализации Чертовски высока И концентрироваться на многих предметах Практически невозможно Человек может просто перегореть Его сознание может перегореть У него может случиться blackout и тому подобные вещи Поэтому, если бы это была одна муха Точнее, например, одна перчинга и одна муха Это бы еще куда не шло Но когда это появляется очень много И быстро Я вынужден сказать, что человек Это человек, который У которого я не чувствую вот такой, знаете Невероятной энергии вокруг него Он это сделать бы не смог Возможно, есть такие люди на планете Которые просто себя не показывают Я уверен, они есть Которые бы это смогли сделать Ну, может быть, чуть-чуть медленнее Может быть, 2-3 минуты Но с такой скоростью это сделать невозможно А вот Арнес Арнес мог бы сделать, на ваш взгляд Вот так вот по тому Одну-два Одну-две мухи, да Но не больше Но опять-таки На самом деле На самом деле Материализировать живого Живой предмет Это невероятно сложно Потому что вам приходится Прогонять всю его эволюцию Понимаете? Если бы это, например, там Скажем так Из воды получился камень Или из камня вода Или что-то еще То есть Что-то нематериальное Это бы еще полбеды Но когда вы создаете уже готово Ведь вы уже понимаете Что муха не рождается такого размера Она идет с маленькой икры Как там у нас мухи? С маленькой икры, да Они же колдут икру И с этой икры они Влупливаются И начинают расти, расти, расти То есть Муха ведь немолниеносно Появляется такой То есть ему нужно было Проделать весь процесс эволюции Это намного дольше Поэтому Увы, но нет Вердикт Трюк Время арбитра Я посмотрела несколько раз И могу сказать Что это абсолютно точно фейк В нем нет настоящей энергии Но зато есть красивое шоу Но в плане энергетики, увы Друзья, на этой не очень веселой Не очень оптимистичной ноте Я вынужден закончить сегодняшний выпуск И тем не менее Мы еще раз насладимся Этим прекрасным видео В исполнении Замечательного человека Динамо Замечательного Как и эзотерика Так и иллюзиониста Вот бывает такой симбиоз И давайте просто Еще раз погрузимся В этот мир прекрасной магии А мы с вами прощаемся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok